всем привет видите я нахожусь на кельтской и неделе вина и здесь до хрена полно народу и мы сейчас пойдем и наебенемся вином так я уже прошелся по этому ряду вы уже знаете я буду брать мы сегодня будем пить сладенькое будем максимально так сказать повышать сахар в крови и найдем мы тут вот я не знаю видите марку вот она вот 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 так называется этот ларек здесь есть два сладеньких одно сладенькое это рислинг другое какой-то бахус рислинг пишут что мол типа пьется легко бахус пишут что пьется типа фруктово найдем бабки и закажем себе я не знаю тут есть этот 3 губка банк за стакан или нет если нет то мы за 4 евро сейчас выпьем какой-нибудь бахуса если нас обслужат тут надо подождать тут очередь видимо видимо ларёк прикольный ну у нас же обзор вина неправильный поэтому как бы держитесь а что у нас еще есть интересно в винной карте ну из красненького здесь есть дорфиндер дорфиндер 22 года он к более-менее более-менее сладенький только полу сладенький в остальном в остальном все сделается упор именно на сухие вина ну как у нас здесь бывают обычно рислинги все как обычно есть розе для любителей так нас откурок ждем все 3 евро стоит стаканчик мы его убирать с собой не будем но нам сейчас нальют бахуса это бахус пробируем вверх пробуем и что ли те я дам к и так постоим о холодненькая ребятки прямо напротив солнца короче пьем бахус вино мало оставляет следов на бокале но такой вот прозрачненького янтарного цвета это это вино с пупырышками о пошли травянистые нотки реально прикольно сладенькое венцо прям даже это 4 евро за бокал не жалко тяжелее не остались только карточку посмотрим насколько мне хватит денег вино приятное там было написано что есть такое которое типа питка но это блин это тоже приятно пить очень пойдет с чем-нибудь сыром с фруктами ароматика четко не выраженная что и хорошо я не люблю когда воняет ты более меня заложен сладенькое вино с травянистыми нотками с цветочными фруктовыми нормально сейчас мы пойдем пить гиберстроминен гиберстроминен это реально такой вот сладенько здесь у нас но на ближе к рейслингу я не хочу на бахус называется можно перепутали приятненько так пошли искать гиберстроминен так это было хорошо это был прям класс сдаем фант получаем 3 евро назад и ищем ищем гиберстроминен и гевайта но фили фили дан все гиберстромина в гентом что у нас здесь а так здесь у нас как строк и самое такое шпет бургундер шпет бургуре тоже можно тоже можно отчесть наша задача на еблониться сегодня так что у нас есть сладенького вы тут нет ничего сладенького так рислинг вальсбургунда гиберстромина вот здесь есть гиберстроминен но не написано что он сладенький написано что он такой пепкий ну давайте дальше пройдем гиберстромин он разный бывает так курва есть беленький у кого не написал что типа этот сладенький но хрен узнал может и сладенький я где-то здесь видел я где-то здесь видишь как он называется как леза где-то я видел где-то видел это льзюз где-то я видел это льзюз я вам говорю где-то оно должно быть так если чё не понятно что тут пишет не ну вообще нету это льзюса да вот оно гиберстроминен шпэт лезе фруктий а здесь и бахус есть тоже слушайте там бахус до 4 здесь за 350 охренеть ладно итак посмотри сколько у меня есть у меня есть у меня есть 11 евро это если здесь потрачу 3 евро у меня останется еще на что хребет а а а а а гиберстроминен шпэт леза да а да а 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 окей я уже набухан и мне вот так и а лишние пять эти 50 центов достаточно так я встану в сторонку чтобы никого не мешать так отходим подальше что у нас здесь за венцо вот такая вот фирма фирма называется окс окс это типа это как это называется какой-то бык о вот здесь прям аромат вонючий вонючего прям воняет вином знаете такое неприятное здесь вкус более выражены более яркий более такой более цветочный более фруктовый прям вообще но спиртошка чувствуется и чувствуется спиртошка вот там вот где мы пробовали вино приблизительно такой же по цвету здесь более четко выражены ароматы более четко выраженный вкус прям прям два разных вина. Ну понятно, там у нас бахус, тут у нас и вирустрамины. Это прям более жестко. В направлении вкуса, в направлении запаха. Там ты пьешь такое свободное, типа виноградный сок такой, знаете, слегка. Даже не чувствуется алкоголь в первом виде. Здесь на послевкусии алкоголь чувствуется. Но это полусладкое. Это не сладкое. Вот то было сладкое, а это полусладкое. Здесь вкуса больше. С чем это пить? Как столовое вино это не пойдет. Это пойдет как десертное вино. Сыр. Какая-нибудь с салями. Очень классно сюда впадет прикуску с салями, с сыром, с плесенью. Я понимаю, что это будет большая большая потеря для французского сыроделания. Если вы какой-нибудь рашфор будете пить вот с этим страминеном, вместо что у нас сладенького есть? Сатерн. Французский сатерн. Понятное дело, он совсем другое. Но это это ближе к Рислингу. Это вот это. Это Германия, епта. Вонючий винный аромат, но это как бы вино. То есть ты его нюхаешь. У него нету элегантности. Он жесткий. Если вы одновременно делаете глоток с дохом, вы получаете более жесткую ароматику. Но алкашика все-таки все забивает. В послевкусии неприятно. Много алкашки. Было интересно. Алкашка. Спасибо за субтитры Алексею Дмитрию Дмитрию Дмитрию. Сейчас найдем. Встанем где-то в уголке. Найдем 8 евро. Чили. Так. Будет неприятно, если я про это пролечу. Так. 7. Какая монетка. 7,50. Да. Есть. Есть 8 евро. Мы уже пробовали вино за 4 евро. Пробовали за 3,50. Бокальчик. И сейчас попробую вино за 5. Так. Господа, это будет что-то. Здесь у нас в менюшечке есть... Где оно? Где оно? Где оно? Где оно? Шпэтлезе. Не. А где написано, что на это... Фруктикзюс. Так. Давайте попробуем. Рислиншпэтлезе. Фруктикзюс. Здорово. Здорово. Номер 6, пожалуйста. И лак. Да, и лак. Вино 22-го года. В Пэтлезе это значит поздная лоза. Я не знаю, что такое значит альтер-ребен. Хрен его знает. Но фруктикзюс, значит, что оно сладенькое. И оно фруктовое. Музайм. Филидарк. Пойдемте, займем место уже полюбившееся нам. Это... Это вот это вилоделье. 50 лет. Не знаю, в общем. 50 лет. Надо же как-то стачить, мне свет падал хорошо. Итак, это Шпэтлезе. Мы с вами попробовали... О, какой медовый запах. О. Мы с вами попробовали бахус. Это такая водичка. Ну, ближе к... Ближе к соку. Мы с вами попробовали гевюрстраминен. Это пожескачу. Там хороший... Хорошая ароматика, хороший вкус. Но запах такой себе. А здесь прям изысканный. Как будто мед нюхаешь. Прям вот очень классно. Прям я за этот бокал 5 евро. Это прям вообще хорошо. Ну, это Шпэтлезе. Есть еще Шпэтлезе. Это когда ты... Поздняя лоза выборная. Есть еще Трокенауслезе. Это когда эта... Ягода уже подсохла. Ее собирают, когда он уже подсошен. Есть Трокенберен ауслезе. Это когда уже виноградина совсем превращается в... В это как называется... В изюм. И тогда из него выжимка просто... Такого вот сладенько-сладенько. Вообще там просто сахар пьете. Ну и, конечно, особый... Особый кайф это айсвайн. Это немецкое вино, которое делают из замороженной ягоды. Вот если вы... Осенью будут заморозки. Они вот из этого вот... Из этого вот винограда... Они подождут, пока ягода замерзнет. Встанут в 4 утра. Соберут эти ягоды, пока они еще не оттаяли. После заморозков. И отожмут оттуда сусло. Это будет супер сладкое сусло, из которого делают айсвайн. Но здесь у нас просто ауслезе. Это значит, что это выбранная созревшая ягода. То есть как бы... Ну, поздний сбор такой вот. Кстати, у нас кончились деньги наличные. Я бы так пошел и дальше, но бабок нет. Холоденькое классное вино. В такой солнечный день это просто по кайфу. Это просто... Знаете что? Я возьму себе этот бокальчик. Идите нахуй. Я 3 евро заплатил. Это, сука, приятно. Мне понравилось. Я, блин, пошел. Это классная штука. Вайнбуд. Вот как эта штука называется. Прям вообще офигенно. Я, блин... Мне нравится. Так. По-моему, здесь я это видел. А вот оно. Бэрэн оуслеза. Это льзю. Пошли. Так. Нужно срочно снимать бабки. Я нашел Бэрэн оуслеза. Так. Где банк? Где банк? Банк, банк, банк. Так. Все, я нашел банк. Сейчас мы пойдем бабки снимем. Подождите. Мы так просто не свалим. Бабки надо снять. Бабки будут сняты. Так. Видим, как товарищи немцы отдыхают. Они прям по кайфу здесь им все. Так. Я вижу свой банк. И... Дойче банк. Так, чтобы я трава не задавил. Так. Я привык запись на это на паузу. И потом мы продолжим. Итак. Я зашел в банк за деньгами. Мы возвращаемся на Вайнфест. И будем наеблониваться вином. Продолжать. Так. Нас от бокала вина отверяет небольшая... Небольшая пробка. Он люди сваливают уже, смотря на придурка. Ну, вот сейчас мы сейчас напьемся винца, блин. Надеребанимся. Нас ждет... Шпэт... Шпэтлеза. И... Бэрэнлс-леза. Сейчас мы посмотрим, чем они отличаются. Это... Сладенькое винцо. Ну, уж так сказать, наеблонились. Но... Чуть-чуть, и сейчас будет вообще хорошо. Так. Мы были в Вайнгуд. Мы идем в Каунштадт. Так. 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 Где-то мы это видели. Да. Курве Бэрэнлс-леза. Мы находимся в... Карлштадт. Сейчас, я надеюсь, нас обслужат. Номер 503. Здесь очередь. Здесь прям... Здесь прям торпа народу стоит. Я смотрю, люди счастливы, улыбаются. Прям очень хорошо. Так. Я... Я обещал. Пишется, что это Эдлзюс. Эдлзюс 8,5% алкоголя. Алкоголь от сахара никак не зависит. Хотя, в принципе, бактерии в сусли должны перерабатывать сахар в алкоголь. И тогда получается, чем меньше процент алкоголя, тем больше в вине сахара. Поэтому мы можем посмотреть, что какой-нибудь Trockenwein, то есть это сухое вино, оно имеет 12% алкоголя. А Эдлзюс вайн имеет всего 8% алкоголя. Ну, потому что бактерии сахар не успели переделать в алкоголь. Так. Нумер 503, битл. Не, видимо, редко здесь заказывают эту штуку. Товарищ не сразу нашел. Кажись, нам досталось... Да, один глаз, битл. Вольте попробуем? Тейсткорст. Да, пробуем вверх. Ну, вот, если мы посмотрим, бутылка была закрыта не в... Директ, Алис. Я был большой, большой бой. Я, битшон. Охеренная бутылочка. Это бутылочка, которая 3,75 имеет. Данки. Сейчас я отойду в сторону. О, помните, я говорил вам про медовый аромат? А теперь представьте, что это медовый аромат, который залили, залили чем-то очень приятным. Так. Здесь прям цвет вина. Он такой немножечко ядовито... Ядовито-желтый. Но он просто... Просто офигенно выглядит, это вино. По запаху это очень сладкое, сладкое венцо. Я не знаю, как там... Сейчас станет так, чтобы свет на меня... Ну, хоть как-то... Чтобы каким-то образом свет падал на меня, а не на камеру. Вот. Это Эдлзюс. Сорт винограда Куве. Пиздец. Стоит 17 евро за... За 3... 3,75. Это не айсвайн. Айсвайн еще более сладкое. Но вот если вы хотите почувствовать именно вкус винограда, а не только вкус сахара, то вам нужно брать вот это Береналд Слезер. Ох. Я хочу с этим запахом засыпать и с этим запахом просыпаться. Это нехтар, бля. Демюрт Стравин вонял вином. Первое вино, которое бахус, оно вообще не пахло. Второе вино прахло медом. Это пахнет... Карамель, сахар. При этом цветочный аромат присутствует. Ягода. Но это не уходит в какую-то химию, как мармеладный мишка, например. Мы делаем вдох и мы делаем глоток. Алкашечки не чувствуется. Послевкусие сахар. Виноград. Блин, это кайф. Вино выглядит на цвет. Прям вообще этот цвет, ну, цвет кислотно-желтый, как я уже сказал, но он очень приятный к глазу. Это прям... Это прям... Смотрите, как оно расставляет разводы на бокале. Это лучшее, что я сегодня пробовал. Гемюрстраминен было нормально. Первое было нормально. Вот это вот в Петлезе было нормально. Но вот это, это прям... Если вы любите сладкий вин, вот оно номер 503. Вот оно номер 503. И приходите сюда, 17 евро бутылка. Дороговато. Вы можете за 17 евро уже где-нибудь там вот в этом Ice Wine купить в каком-нибудь, я не знаю, там, в Эдеке. Но... Попробовал и прям... Сюда бы сырок, блядь. Сюда бы, мать его, сырок. Название конторы видно? Где там видного названия конторы? Ну... В общем... В общем, мне по кайфу. Мне понравилось. Я не знаю, что здесь есть еще лучше. Блядь. Представьте себе, постель из меда, цветов и виноградного сока и... Я не знаю, там, какого-то еще там... Я вот бил этот... Я сидор пил. Возможно, мне по этому ягодка кажется, но... О, бля. Это кайф. Это прям очень хорошо. Мне очень понравилось. Я не знаю, что это... Что это за фирма, но они делают просто очень классные штуки. Это прям... Это прям по кайфу. Это прям хорошо. О, собачка. Тут валяется. Сори. Сейчас получим фант обратно. Это не положительный штуки. В общем, это новое. Один бир. Да, значит. В общем, это не пить. Вообще. О, блядь. Это как раз. Это... А, сейчас замечательно. Блядь! Даньте уже! то ли вайн так идем дальше у нас есть еще десяточка . десяточка мы ее зажали до последнего и давайте посмотрим что у нас здесь есть вот у нас есть гивер страмины куба я не знаю чтобы вас бы дойдет кубе это значит что это качественное вино произведена в специальном специальном регионе то есть он контролируемый это экологически чистое вино но давайте попробуем гивер страмины мы уже пробовали в соседнем соседнем ларке что нам здесь предложат 4 евро айна глаз бита гивер страмины тоже шикарный вид вина здесь она немножко светлый янтарь такой но это прям очень красиво это сейчас попробуем что он из себя представляет вот здесь написано что это файлы зюз это значит она хорошего сладкого вкуса и будем надеяться что так есть передам так отходим в сторону не мешаем людям так после после курвы этот курвы шпэт леза или что мы там пробовали беринал слезы беринал слезы мы пробовали там отборная ягода здесь у нас обычный траминер там пробовали о совсем другой запах какой-то запах бочки знаете вот такой как бы в глубину уходящий уходящий запах это прям чем сравнить вот там нам ги мюстер прям бил воск была резко такая запах а здесь уже к ню подойти ты потом ощущаешь его но он свежий это свежий аромат подымающийся так вот нём но это не сладко это полусладко о а какое послевкусие интересное послевкусие сосновой шишки еловой знаете вот и берешь вот эту еловую эту штуку вот как будто я разжевал вот эта смола идет она свежая и она прям в вине еловая шишка варенье из еловых шишек вот вот что она мне напоминает это полусладкая это вот с этими вот щепучими вот этими вот как мы имели первое в бахусе то есть здесь есть ощущение на языке что тебе немного вот эти пузырьки там остаются это другой гиверстрамина вот это хорошо именно к столу к еде то был десертное вино этот больше именно именно столу подать потому что она не сладко его можно пить она нормально пьется она не сильно резкая по вкусу и нем нет резкого запаха который бьет в тебя вот если бы текла речка из вина и вы стояли бы на мосту они прямо нюхали эту речку вы почувствовали этот запах чем запах абсолютно отличается от вкуса ты вот когда его пробуешь ты просто не ожидаешь такой вкус получить еловая шишка я первый раз пробую вино которая которая дает хвоя и еловой шишкой очень интересно но нет это не мой фаворит мой фаворит по-прежнему вот это вот кур в перенослеза это было вообще хоть да или да так смотрим сколько у нас есть денег у нас осталось у нас осталось шесть семь восемь евро так что у нас есть дар финдер о у нас есть мускателлер мускателлер это сладкое вино давайте возьмем мускателлер а что это номер ноль битой глаз и хабан глаз на пиццу битсу это мускателлер мускателлер это сладенькое вино здесь сахар и это био представляете у нас попробуем что такое бил мускателлер филидар у хороший запах запах духов это приятно не будем мешать людям это какая-то экстаз смотрите как название сушки ребята вот если за название за название вина давали бы призы экстаз это самое самое лучшее название которое здесь видел запах духов я обойти мылся припит от меня пахнет хуже о класс даже рыгающий бомж рядом не может видеть лечь испортить мне запах там было слишком сладко вот здесь достаточно сладко вот этот вот баррена услеза или как там назывался там был сладкий запах а здесь именно сладкий приятный и не такой сахарный но с тем я хотел засыпать и просыпаться с этим я бы хотел ходить целый день сложный вкус бомжа бы рыгалка вот из посетителей германия о о продавец дал салфетки поставим лайк продавцу пузырьков нет но это сладенькое вино она она на границе между полусладким и сладким как раз на границе вот если я думаю если я его выпью больше оно мне покажется более сладким если я буду пить мелкими глотками она мне покажется полусладким давайте попробуем да большой глоток прям сладость не такая ухольная сладость как там сорт винограда другой мускателлер я бы поставил где-то на место 23 но она не первое место занимает это точно но я кайфанул мне понравилось это реально классно вино это прям очень хорошо так идем дальше у нас осталось немножко денег и раз у нас осталось немножко денег мы должны мы должны попробовать биова не думаю био вайн что на этот зюс солярис сейчас посмотрим если у нас 5 евро или я должен опять идти в шпаркасса есть 5 евро бита айглас это зюс солярис я обиджу опять-таки у нас бутылка 505 миллилитров 05 литров и на этикетке указано что это что это что можно вот этот qr-код просканировать и получить всю информацию и этом о каком гибите идет речь непонятно билайн 10 процентов филидар 10 с половиной процента кашечки я сейчас отойду в сторону я стою косо потому что камера стоит косо не потому что я выпил и потому что я выпил буду держать запах не выраженный вот это это дзюс вот там и пили курве бэренаус лезер и оно было не такое сладкое как это это прям сладость-сладость я любитель сладкого вина бэренаус лезер курве поставим на первое место и это тоже поставим на первое место это очень вкусно здесь не такой выраженный аромат аромата вина почти нет вы можете почувствовать его но не бьет вам в нос и это приятно это приятно по-своему то сладкое вино которое мы бэренаус лезер вот это курве там был приятнее конечно аромат он был более четкий более выраженный и там лучше тебя готовила к этому сладкому вкусу здесь этого нет здесь он тебя не готовит к тому вкусу что у тебя будет очень хорошо сладость сладость причем она не навязчивая вот так уровень она была более такая резкая сладость навязчивая здесь сладость не навязчивая это не то что рассосать конфетку как бы это по барбариску это прям я не знаю это очень приятно это просто приятно пить помните мы видели вывеску экстаз так вот не там эту вывеску повесили экстаз должен был вестеть вот здесь вот вот здесь вот реально приятно вот это вот сейчас я подойду я когда-то пью бокал ребята кайф и так вот мы подошли к названию этой конторы вот это название этой конторы и это прям и это прям хорошо это прям это прям классно и так на этом неправильный обзор неправильный обзор кельтской недели вина заканчиваем я еду обратно к себе в город пока